Здравствуйте! В эфире события. В студии Мария Степченко сегодня в выпуске. Вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Филиппов рассказывает о проблеме на Нарвской сортировочной станции. На пресс-конференции нарвских социал-демократов ругали нынешнюю власть и раздавали обещания. Нарвскому колледжу присвоили титул «Друг образования». Традиционные новости от магазина строительных товаров «Нарва Эспак». А теперь подробнее. На состоявшемся на прошлой неделе инфо-часе с вице-мэром по городскому имуществу и хозяйству Андреем Филипповым, в частности, была затронута тема Нарвской сортировочной станции. Со слов чиновника, станция сегодня простаивает, потому что фермы-перевозчики мусора перестали возить на станцию отходы. В связи с этим город испытывает некоторые трудности, которые разными способами пытается решить. 1 июня перевозчики мусора, то есть все фирмы, они перестали доставлять на станцию сортировки отходов бытовой мусор и вывозят напрямую на свалку Уйкала и на свалку Силамяя. В связи с этим городской управой было сделано обращение к руководителям квартирных товариществ о том, чтобы они пересмотрели свои договора с перевозчиками, потому что в городе вывозом мусора занимаются 4 фирмы, и у каждого квартирного товарищества, то есть это договор квартирного товарищества и фирмы-перевозчика, поэтому была дана информация для того, чтобы руководство квартирных товариществ пересмотрело свои договора с фирмами-перевозчиками. Значит, первоначально на станции сортировки отходов была установлена цена за прием 1570 крон, а сейчас сделано письмо от мэрии с рекомендацией принимать бытовые отходы по цене 1100 крон, то есть практически на 30% цена снижена, фирмы-перевозчики извещены о том, что произошло снижение цены, но здесь следует обратить внимание на тот факт, что последовательность в принятии решений нашим государством вызывает вот эти противоречия, которые у нас произошли в городе. Первый момент тот, что постановлением государства было рекламентировано, что на свалку будут поступать сортированные отходы. К сожалению, когда была построена, значит, Нарвская станция сортировки отходов именно так и была, но с прошлого года, значит, станция свалка Вуйкала, она принимает отходы несортированные, тем самым она занимается сама сортировкой этих отходов на месте, это, естественно, удешевляет вот этот процесс. Наша станция сортировочных отходов сейчас, она принимает, то есть отходы упаковки, то есть те мусорные контейнеры, которые в квартирных товариществах предусмотрены для отходов упаковки, они непосредственно доставляются на Нарвскую сортировочную станцию, то есть бытовые, имеется, я имею в виду, что бытовые отходы фирмы-перевозчики увозят или на свалку Вуйкала, или на свалку в Селомео. Те, скажем, проблемы, которые возникли с перевозчиками отходов у нас в городе, сейчас очень активно этим занимается группа юристов Министерства окружающей среды, чтобы в конечном итоге как бы привести выполнение законов в соответствующие нормы.